Спасибо, Алина Викторовна. Спасибо большое. И прежде я хотела бы все-таки прокомментировать свой доклад, прежде чем начну его говорить, о нем говорить и представлять свои слайды. На просьбу Татьяны Юрьевны откликнулась, конечно, сразу, потому что это локализация, которой именно мы занимаемся, но возникла сложность в оформлении самого доклада, потому что бы не обидеть, не расстроить, не загрузить пациентов и чтобы пациенты поняли, что хотелось бы им донести до них и каким образом найти общий язык и взаимодействие. Мне хотелось бы, чтобы этот доклад, он немножко, в общем-то, и остался у вас в памяти, и хотелось бы так, чтобы он никаким образом вас не расстроил, потому что в доклад я все-таки включила некоторые слайды, которые вы увидите, и, возможно, они могут расстроить, но все достаточно постаралась сделать очень сдержанно. Ну и в целом, перед тем, как создать и планировать свой доклад, конечно же, я поговорила с некоторыми пациентами, которые уже находятся в ремиссии и которые приходят на контрольный осмотр для того, чтобы понять, какие проблемы, в общем-то, сложились и существуют в лечении, во взаимодействии при лечении этой категории пациентов. И на основе этих вопросов, которые пациенты мне задали, я постаралась создать план своего сообщения, в котором я все-таки освещу некоторые вопросы, которые, возможно, еще не возникли у аудитории, но по ходу лечения они могут возникнуть. И если будут вопросы, конечно, я готова вам ответить и взаимодействовать на этапе этого выступления, либо после, пожалуйста. Ну и приступим. Первый вопрос, который задается всегда пациентами, это прогноз. Когда пациент приходит и спрашивает, когда и сколько я буду жить, и что мне делать, и расскажите вообще об этой болезни, я хочу знать. И, как нас учили, мы ровно должны говорить столько пациенту, сколько он хочет знать. Нельзя говорить пациенту много, одновременно нельзя мало. Нужно найти какую-то середину, чтобы научиться для себя в целом и каким-то образом взаимодействовать с пациентом было доверие. Это очень важный момент, потому что если мы говорим очень какие-то жестокие вещи, то пациент уже замыкается, и потом до него достучаться очень сложно. Есть пациенты, которые могут спокойно пройти этот путь, и несмотря ни на что они могут быть и одиночны в себе. Но в основном это, конечно, очень нужна большая помощь со стороны медперсонала, а особенно близких людей. Ну и в целом хотел бы сказать, что опухоли головы и шеи – это локализация, которая составляет практически плоскоклеточной дифференцировкой, это плоскоклеточный рак имеется в виду, 90-95% чаще всего. Ну и на примере этого слайда хотелось бы показать, чтобы обратили внимание, каких пациентов мы встречаем. С третьей-четвертой стадии более 50%. Это уже местно распространенный, хотелось бы указать на это. И до 50% пациента рецидивируют в основном в сроке до двух лет. Метастатическая стадия, как видите, вот такое вот занимает такое место. И по пятилетней выживаемости – это вопрос, который постоянно задается. Хотел бы сказать о том, что вот колоночка, в которой написано приблизительно, но это все условно. Я хотела бы, чтобы понимать это все условно, и все-таки эти вопросы существуют. По северо-западу, сколько спрашивают у нас пациентов вообще в северо-западе? В северо-западе по ряду стадий, я не стала приводить все, загружать слайды, но в целом это 3,75% по данным статистики. И, как видите, сюда входят не все, не все группы входят, где-то обобщены. Но в целом голова шеи, это 3,75% составляет эта категория пациентов. По классификации. Как видите, две трети пациентов у нас уже имеют местно распространенный процесс. Это местно распространенный, это 4B, те буквы, которые вас пугают. Это буквы, которые постоянно приходят и спрашивают, что это означает. Мы объясняем, но на самом деле это имеется в виду сам размер опухоли, это наличие лимфоузла и метастатического поражения отдаленного. То есть эта градация для нас, для врачей, она очень нужна, потому что мы от этого, именно от этого, и мы как бы собираем план, собираем обследование у пациента, забираем все эти исследования, анализируем и на комиссии решаем, какая стадия и как мы будем дальше лечить. Сама локализация опухоли головы и шеи, на самом деле, казалось бы, это немного органов, открыл рот, посмотрел и вроде как немного. Но, по сути, это действительно очень сложный механизм и очень много локализаций. Они все разные. Как видите, по данным наших коллег из Великобритании, здесь градация мужчины и женщины. Синенькие – это мужчины, красненькие – это женщины. И, как видите, распространенность в процентном соотношении не очень-то значимая. Ну, и по распространенности, если брать отделы, это носоглотка, это орофарингеальные зоны, и мы видим, что чаще всего, как видите, 26% – это мужчины из всех опухолей, и 13% – это женщины. Последнее время мы стали встречать женщин с плоскоклеточным раком чаще. По также, еще раз повторюсь, локализации и плоскоклеточный рак – это 90-95%, остальные формы рака также существуют. И это тоже опухоли головы и шеи, но они различные, и подход в этом разный. То есть, фактически, нам нужно обязательно знать, откуда росла опухоль. И если опухоль находится в одном отделе, мы должны понимать, в этом отделе может расти эта опухоль, или она, возможно, ошибочна. Поэтому и производится пересмотр препаратов, потому что лаборатории могут ошибаться патоморфологи. Нам это очень необходимо, потому что, например, полость носа или носоглотка – это разные вещи. И распространение, и сам диагноз, и метод лечения, соответственно, разнятся. В целом одинаков, но, в общем-то, подход может быть разный. Анатомические структуры для нас, почему представил этот слайд, чтобы было понятно, насколько сложно в самой шее. То есть, не говоря уже о ротоглотке и полости рта, носоглотке, полости носа, нам необходимо знать на шее, что может произойти при поражении регионарных лимфатических узлов, и что может повреждаться. Для того, чтобы понимать основное, как бы это ни было грустно, нам нужно знать свободность трахеи, насколько она свободна, и как мы можем работать с пациентом для того, чтобы понимать. Это все вопросы, которые задавали пациенты. Я все освещаю то, что они спросили и просили именно осветить. Идеология. Для того, чтобы понимать, откуда, что берется, понятно, что это очень сложно. Но на самом деле есть определенные факторы, факторы риска, есть предраковые заболевания. Они представлены на слайде. И на сегодняшний день известен также, и уже практически все пациенты знают о том, что есть ВПЧ-вирус, который присутствует в опухолевой ткани, и мы видим при выявлении, выполнении иммуногистохимического исследования. Понятно, что в плане прогноза при наличии прогноз лучше у пациента. И те препараты, которые на сегодняшний день существуют, новые препараты, они позволяют относительно статуса ПДЛ, но это на самом деле для врача больше, и наличие П16 или ВПЧ-вируса, определить тактику в дальнейшем у пациента, у которого, возможно, будет прогрессирование. Что сложно для врача? Когда пациента... Мы обязательно смотрим шею, мы не можем этого не делать, потому что, несмотря на то, что у пациента на нюбе или в носу где-то опухоль, мы обязательно смотрим шею. Мы должны понимать, не душит ли пациента опухоль. Она, может быть, не видна. Но на самом деле пациент иногда терпит и не говорит. Это очень плохо, потому что для нас обязательно должно быть определенное взаимодействие и доверие. Если этого нет, очень сложно, потому что в какой-то момент может произойти удушь, и мы не сможем помочь. Почему и был представлен слайд для того, чтобы понимать, почему мы делаем МРТ, почему нам нужно понимать, есть ли свободный просвет трахеи гортани, и есть ли свободная поверхность передней поверхности шеи. Хорошо, когда мы можем определить ориентиры. Четко здесь можно просмотреть все структуры и сформировать трахеостому, которая нам нужна. Но, к сожалению, прошу прощения, конечно, за слайд, но эта пациентка, которая ходила здесь по институту, она действительно пришла и затянула эту ситуацию с возмущениями родственники, которыми мы объясняли. Это очень сложно, на самом деле, объяснить, но доступа к трахее, тот слайд, который я представляла, его нет, к сожалению. И это очень сложно. Как помочь пациенту, если он начнет задыхаться, мы не можем ответить на этот вопрос. Объясняем пациенту очень все четко, чтобы было определенное взаимодействие. Более того, очень важно, когда пациент находится на операционном столе, и если происходит операция под место анестезии, нужно обязательно объяснить пациенту, что мы и делаем, какое взаимодействие должно быть с ним. То есть пациент должен обязательно реагировать на того человека, какого мы ему определяем и говорим, чтобы пациент четко выполнял то, что говорит ему либо хирург, либо анестезиолог. Тогда будет успех. Потому что это очень большая часть работы, которую выполняет сам пациент для врача. И тем самым помогает помочь ему в дальнейшем в лечении. Это перечень исследований, которые нужно делать. На самом деле это очень много, но одновременно для нас достаточно сложно, если какое-то из этих исследований не будет сделано. Пациенты не всегда понимают, очень часто возмущены от того, что назначили целый ряд исследований. Но если мы видим первичного пациента, нам нужно определить стадию. Мы также связаны руки, если мы не знаем, есть ли у пациента в костях метастаза. Лечить, облучать пациента, не назначая химиотерапию, системное лечение, мы можем пропустить метастазы в костях, соответственно, нам нужно делать ряд исследований. Поэтому тоже хотелось бы, чтобы пациенты понимали, почему мы делаем эти все исследования. Но вот говорить о ларингоскопии, о том, что пациенты также отказываются, зачем ее делать? Ее сделали, посмотрели. Все хорошо. Посмотрели, да, но нам нужно, во-первых, сделать бронхоскопию. Как видите, различные варианты могут быть при исследовании. Нам нужно обязательно выполнить биопсию, получить морфологический материал, получить иммуногистохимическое исследование и подтвердить, что там есть рак. Мы не можем лечить пациента, если у нас не написано в гистологическом заключении клетки опухоли подозрительные на какую-то опухоль. Мы не можем так лечить, потому что это уже неправильно. Это уже не уровень лечения. И, соответственно, врачи, мы можем сделать ошибку. Поэтому, конечно, просим у пациентов понимания выполнения повторной операции. Для того, чтобы получить, и получить нам необходим вот такой вот материал, который смотрит под микроскопом. Для чего мы делаем МРТ? Мы проводим исследование перед лечением, устанавливаем стадию, как я уже сказала. Ну, а впоследствии нам очень и очень важно, необходимо, когда мы проводим этап лечения, химиотерапия, это или лучевая, или хирургическое лечение, нам нужно оценить эффект. Потому что мы зачастую сталкиваемся с тем, консультируя пациентов, также из регионов, вот Елена Викторовна сейчас перед началом также консультировалась с другого региона, когда мы не понимаем, какой эффект был получен от предыдущей химиотерапии. И мы не можем сказать, у пациента появилась прогрессия. Появилась прогрессия спустя полгода. Мы не можем понять, какой эффект был получен на той или иной химиотерапии. Получили они эффект, нужно ли вернуться, нужно ли назначить новую, и что мы должны делать. То есть, на самом деле, для нас очень важно, чтобы каждый четный цикл пациент делал минимум, не весь перечень тех исследований, которые есть, но какую-то часть из них, возможно, придется сделать. Тоже, если говорить о раке гортаноглотки, без МРТ мы не можем. Другое дело, если невозможно сделать, учитывая то, что у пациента может быть кардиостимулятор и металлические штифты какие-то, которые невозможно при нахождениях в организме выполнять МРТ, это другое дело, тогда выполняется КТ. Но, опять же, лучевая нагрузка здесь будет больше, чем выполнение МРТ исследований. Лечение может быть действительно в комбинации. В комбинации различные методы. Мы проводим в некоторых случаях пациенты. Также вопрос был у меня, ко мне у пациентов, почему у соседа по палате проводится химиотерапия, а у меня нет. А фактически одна и та же болезнь. Там идет гортань, и там гортань. А почему у него да, а у него нет? То есть, фактически, получается, нужно знать стадию. При первой стадии не проводится химиотерапия, при третьей стадии химиотерапия проводится. И так, есть клинические рекомендации, которым мы следуем. Они есть на сайте. И, соответственно, все методы лечения устанавливаются и планируются до госпитализации. Для того, чтобы мы понимали, и план лечения составляется до. Как видите, в центре у нас всегда пациент. Ну и огромное количество людей, которые вращаются вокруг пациентов. Мы стараемся работать в институте так. Возможно, что-то не всегда получается на самом деле, но вот идеальная схема это вот это. Когда мы видим, и у нас есть возможности использовать всех специалистов, у нас есть во всяком... Да, в общем-то, в нашем институте могу сказать, что есть все специалисты, которые могут нам здесь помочь. На сегодняшний день они есть в институте. Ну и команда, как видите, сюда можно много еще специалистов писать, потому что всегда помощь, которая оказывается другим сторонним специалистам, это новый взгляд, новое решение и новая помощь. Для чего нужна превентивная трахеостома? Очень важный вопрос, который задал мне вчера пациент. И попросил рассказать, потому что он сам не может приехать, он будет смотреть онлайн. И ему же назначена гастроостома, потому что у пациента опухоль находится в том месте, я показала предыдущие слайды, анатомические ориентиры, где у него невозможно проходить пищу, и там опухоль больших размеров. Почему делается превентивная трахеостома? Потому что просвет в области связок, в гортане, он на сегодняшний день, пока лечение не начато, он не сужен, просвет. Но как только мы начинаем лечение, это химиотерапия или лучевая, в основном это лучевая терапия, у пациента может возникнуть отек. И вследствие этого просвет, вот этот просвет, который есть, этот просвет может полностью закрыться, пациент может задохнуться. А это может произойти в тот момент, когда он будет находиться там, где его облучают, на столе. Это может произойти по дороге с отделения в отделение. Он может сесть, упасть, и никто не может ему помочь потом. И когда пациенту объясняешь, пациент не всегда понимает. И более того, у нас случаи, когда пациенты, мы пишем заключение, в котором пишется превентивная трахеостома, им отказывают. Отказывают и говорят, пациент не задыхается, но средорозное дыхание присутствует. Пациент сиплый, и ему тяжело дышать. Не всем пациентам мы назначаем, не всем пациентам мы назначаем трахеостому. Только в том случае, когда есть объем опухоли, когда мы понимаем, что пациент может задохнуться, в ситуации, когда пациент может уже в таком состоянии быть, оно может быть необратимой. Мы можем не помочь на столе, даже сделав и сформировав трахеостому, мы можем не запустить пациента. Поэтому это очень важно сдать. И я прошу, конечно, обратить на это внимание, потому что пациенты, к сожалению, не понимают многие. Хотя вот у нас абсолютно точно, пока мы не получим понимание обоюдно с двух сторон, мы не начинаем лечить. Потому что не видя доверия в глазах пациента, брать на отделение на такое тяжелое лечение невозможно. Могу сказать, что этот опыт уже у нас есть. И, конечно же, благодарность огромная пациентам за то, что они понимают. То же самое, речь идет о гастростоме, когда мы не можем его кормить, вернее, он не может питаться самостоятельно, но он пьет воду, пациент. И всегда говорит о том, что я пью воду, вода проходит, я не буду и не хочу, и, в общем-то, вы ничего не понимаете. И вот начинается потом разговор. Мы его сажаем, пациента, объясняем, рисуем, показываем, что он может также лишиться вообще питания. Но самое интересное то, что пациент не всегда осознает. Для того, чтобы помочь пациенту, нам нужно, чтобы у пациента были силы и резервы. То есть, фактически, если пациент ослаблен, не евший, не пивший, приходит к нам и говорит, срочно начать лечение, даже при наличии всех документов и при наличии вот абсолютно полного пакета того, что мы можем ему вот сейчас его взять на лечение, мы не можем начать, потому что пациент ослаблен, пациент не ел три дня, пациенту нельзя назначать, он может умереть, пациенты начинают возмущаться, мы умрем от опухоли, за три дня ничего не происходит, нужна гастростома, это манипуляция, которая на сегодняшний день специально представила эти слайды, как видите, пункционная, она у нас проводится рутинно, и тем пациентам, у которых, в частности, это шейный отдел пищевода, мы выполняем гастростому, у нас эндоскопическая команда есть во главе с Андреем Борисовичем Ткаченко, которые формируют гастростому, и пациенты питаются через вот эту трубку, минуя весь тракт, почему ставится на загастральный зонт пациентам с облучающимся, тоже объясню, потому что у пациентов есть ожог, есть ожог ротовой полости, кожных покровов, и, соответственно, в этой ситуации им обязательно нужен зонт хотя бы на время, для того, чтобы изолировать, пациент объясняет, я ем, я понимаю, что пациент есть, и мы начинаем ему объяснять, понимаете, вы едите, но вы постоянно травмируете сухарями или чем-то еще свою слизистую, слизистая травмируется, отторгается, появляются язвные дефекты, это невозможно дальше лечить, мы сделаем перерыв, и так далее, то есть пациент понимает, осознает, соглашается на зонт, мы дальше продолжаем лечение, соответственно, очень важно, и у нас очень много времени уходит на взаимодействие, то есть в нашем отделении на самом деле очень большое внимание оказывается не только пациентам, врачи взаимодействуют, но и сестры. Примерами я хотела показать вот это анкетирование, которое самостоятельно наши сестры провели, и вот эти вопросы, которые они задали пациентам, раздали 30 человек, которые ответили на вопросы. Первый вопрос, это кто именно для вас служит источником? 30 пациентов взяты были, раздали анкеты. Ну и как видите, 26, несмотря на то, что мы всем говорим, со всеми обсуждаем, стараемся на догоспитальном этапе, тем не менее, не все пациенты получают помощь от врача, но у нас есть еще сестра, она помощник врача, по сути, можно делегировать и ей, но на догоспитальном этапе все равно пациент общается с врачом. Сосед по палате, также в интернете, ну и родственники, которые могут также какую-то информацию внести. Второй вопрос, с какими проблемами неожиданно для вас вы столкнулись? Ну вот, как видите, чаще всего это питание. Что другое, это потеря голоса, отек. Немного пациентов, мы об этом говорим, в общем-то, но все равно, когда пациент впадает в свою болезнь, он попадает в другой мир, он погружается в другой мир, он не слышит, он не видит, он не хочет никак реагировать, он только со своей болезнью. Нужно обязательно разгрузить этого пациента, обязательно нужно вникнуть в его ситуацию и с ним общаться, потому что по-другому мы не достигнем успеха, но вот это очень важно. Третий вопрос, учитывая опыт, в самом начале, помогла бы вам вот эта информация, то есть, знали бы вы об этом, и как видите, что они написали. То есть, фактически, ну вот одинаково, в общем-то, ну и на самом деле, иметь терпение тоже имеет место, причем это один из важных на самом деле пунктов, ну и знание об уходе кожей, за кожей, это тоже важный момент. Испытываете ли вы тревогу? Пациенты, уходя, обязательно приходят, и поверьте, мы объясняем это по несколько раз, объясняет заведующий, объясняет врач, объясняет сестра, объясняет сами пациенты, ну и, конечно же, они не уходят в никуда, они обязательно у нас наблюдаются, они находятся у нас под наблюдением, они приходят каждые три месяца на контроль, и далее, и дальше мы полностью, мы живем дальше с этими пациентами, никуда мы их не направляем, на самом деле, только по желанию пациента. Ну и текст, который, в общем-то, я взяла из памятки, которую создали наши сестры, о том, что, может быть, это как-то так очень скупо, но на самом деле, даже вот, если говорить о воротничках и украшениях, которые надо снимать, это тоже надо знать, а то, о чем говорят наши сестры в момент госпитализации, для того, чтобы понимать, и обработка кожи, это все для них говорится. Почему все это так тщательно? Вот поэтому. Потому что, когда пациенты приходят, это наши пациенты, они говорят о том, что вы неправильно лечите, у нас ожог. Это не потому, что неправильно лечите. У нас огромный пласт работы, и у нас огромное количество пациентов, которые приходят, и уже в наблюдении, и у них нет прогрессии. То есть, вот такое массивное лечение, которое проводится, я специально привела этот слайд, этот пациент, который живет уже 7 лет, но это последний слайд, через год. Вот через год, я не стала представить все сканы, у него ничего нет. Он 7 лет уже приходит на контроль, и Елена Викторовна его знает, у него нет рецидива, если есть понимание. Так бы он лишился гортани. В этой ситуации пациент должен был лишиться полностью носа. При полном понимании, объяснении, он перенес очень тяжелую лучевую терапию, химио-лучевую, полный регресс, и настоящий момент тоже. Пациент, аналогичная ситуация, 7 лет после операции, тоже самая тяжелая форма, корень языка. Все хорошо у пациента. Ну и хотелось бы сказать о том, что мы должны понимать друг друга, мы должны общаться, мы должны обязательно открываться друг другу, потому что по-другому, вот помочь мы друг другу не сможем. Это очень важно. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok